Богород из этого, радуйся, благодатная Мария, Господь, слава я. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вот прошла еще одна неделя, наступил воскресный день, и мы, как всегда, с большой радостью спешим в святой храм, и, как всегда, с большим вниманием слушаем евангельское чтение, которое для нас назидательно и полезно. Во время оно возведей Иисус очи свои на небо и рече. Отче, прииди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославится. Як ожидал я сему власть всякие плоти, да всякое ожидал, если ему даст им живот вечный. Все же есть живот вечный, да знает Тебе единого истинного Бога, и Его же послал я си Иисус Христа. А с прославих Тя на земле дело соверших, и ожидал я си мне да сотворю. И ныне прославимя Ты, Отче, у Тебе самого славою, и уже имех от Тебе прежде мир небысть. Явих имя Твое человеком, их же дал я си мне от мира. Твои беши мне их дал и си, и слово Твое сохранишь. И ныне разумеши, яка вся и река дал, если мне от Тебе суть. Яка глаголы их же дал, если мне дах им. Ития прияши и разумеши воистину, яка от Тебе изыдох. И вероваши, яка Тимя посла. Ас, асих молю, не о всем мире молю, но о тех их же дал, если мне. Яка Твои суть, и моя вся Твоя суть, и Твоя моя. И прославися в них, и к тому несть в мире, и сию в мире суть. И ас, к Тебе гряду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, их же дал я си мне. Да будут я едино, яка же и мы. Игда всех, игда бег с ними в мире. Ас, соблюдах их во имя Твое, их же дал я си мне сохраних. И никто же от них погибет, окма сын погибельный. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире. Да имут радость мою исполнену себе. В сегодняшнем евангельском чтении я хотел бы обратить наше внимание на следующие слова. Для достижения спасения нужно знать учение православной церкви и твердо держаться его. Как в любом деле, если человек что-то хочет сделать полезное, нужно знать, иметь определенные знания, чтобы достичь цели. И чтобы познать истинного Бога, Господь дал нам божественное откровение, священное Писание. И что же она учит нам о Боге, о чем? Она учит, что Бог есть чистейший, совершеннейший Дух. Дух самобытный, вездесущий, вечный. Дух всеведущий и премудрый. Все свободны, все святы, все праведны, все благи, все могущи. Священное Откровение учит, что этот высочайший Дух един по существу, но троечен в лицах, которые различаются только личными свойствами, совершенно равны между собою и единосущны. Он учит, что Бог един, трипостасный, создал все существующее, мир видимый и невидимый, ангелов и человеков. И о всех своих созданиях отечески промышляет, что по грехопадении человека он не оставил его на вечную погибел, но дал ему обетование о будущем Избавителе, дал закон и пророков, и, наконец, действительно послал обетованного Мессию в лице Господа нашего Иисуса Христа. Далее, дорогие, чему же нас учит Откровение о Господе нашем Спасителе? Она учит, что Он есть совершенный Бог и совершенный человек, по божеству прежде век рожденный от Бога, от Отца, по человечеству во времени рожденный от Пресвятой Девы Богородицы, что в нем два естества, божеское и человеческое, но единое лицо, что явившись в мир, Он возвестил нам истину спасения, принес самого в себя в искупительную за нас жертву, основал на земле Свою Святую Церковь и с Ея спасительными таинствами, что по вознесении Своем на небеса не спасал оттуда Духа Святаго, ходатайствует нам за нас пред Отцем Небесным, является судьей и мздовоздаятелем для каждого умирающего человека, и что по кончине времен Он Слово снова приедет на землю, чтобы судить живых и мертвых и воздать каждому по заслугам. Это откровение, и это мы должны знать каждый православный христианин. Но, дорогие, отцы церкви учат, недостаточно знать откровенные истины о Боге и о Иисусе Христе, а надо бы еще правильно понимать их. Сегодня мы чтим отцов с Первого Вселенского Собора. На этом Соборе было осуждено учение Ария. Эта ересь была осуждена, и он был предан Анафиме. Почему? Да потому что он, зная Священное Писание, неправильно его понимал. Он сам решил высказывать свое мнение от голоса церкви. Он говорил, что Иисус Христос как человек, но не как Бог. И он впал в эту ересь. И он неправильно понял истинное учение, за что был осужден. Поэтому церковь еще нас наставляет. Нужно правильное понимание догмата в церкви, учение церкви. А чтобы правильно понимать, что для этого нужно? Нужно прислушиваться к церкви, матери церкви. Она непогрешима. Апостол говорит о том, что церковь – это столб и утверждение истины. Можно задать вопрос. Почему Вселенская Церковь не может погрешать в делах веры? На это звучит ответ следующий. Отцы церкви говорят. От того, что глава церкви, постоянно ей присуща, есть сам Господь Иисус, который руководит ею и предохраняет от нее всякого заблуждения. От того, что в церкви обитает сам Дух Святый, Дух Истины, который и наставляет на всякую истину. Орудиями, через которые Христова Церковь преподает людям свое непогрешимое учение, служат пастыри и учители, которые для того и поставляются Господом нашим Иисусом Христом. Когда возникают какие-то непонятные вопросы, ереси, тогда собираются церковь, епископы, и вместе, все вместе, помолившись, решают вопрос истины учения. И вот поэтому, когда весь собор, не один человек, надо уяснить, что церковь, чем она велика и хранит, почему эту истину, это огромное количество людей. Это не один-два человека. Откровение дано не одному человеку, а всем, многим людям, особенно, которые понимают и знают его. И вот это общественное мнение епископата Церкви, учителей Церкви, и помогает выработать истину. А по молитве и по благодати это действительно суть. Отцы Церкви говорят, «В определении Вселенских Соборов считались голосом самой истины, самого Иисуса Христа и Духа Святаго». Эти-то определения доселе остаются неизменным основанием и руководством для всего учения Святой Православной Церкви. Всех этих соборов было семь. И все это записано, и это закон для нашей Церкви. Догматы, которые мы храним и которые мы исполняем. Если нарушить хоть что-то, хоть один из них, целостность и истина гибнет. Это как машина, которая работает, все болтики, гаечки работают прекрасно. Но если что-то ломается, все, она стала. Вот поэтому, дорогие, мы и храним откровение. И поэтому Церковь, мы ее часто, святые отцы, называют кораблем, на котором мы находимся. Она помогает нам идти по волнам бушующего моря, по этим житийским искушениям, которые вокруг нас. И хранит закон. И когда мы живем по этому закону, мы в лоне Церкви, и нам ничего не страшно. Но когда мы начинаем нарушать, и выходим из этого корабля, из Церкви, начинаем свое что-то придумывать, свое что-то вносить, мы вредим и себе, и окружающим нам людям. Потому что, если мы вывались оттуда, еще за нами нек многие пойдут. Поэтому надо быть очень строгим, в первую очередь, самим себе. Знать учение Церкви и быть в Церкви. И исполнять тот закон, который соблюдается в Церкви. И вот поэтому эти знания и помогут нам идти за Христом. И мы видим, что Господь Иисус Христос для этого и пришел в мир, чтобы основать Церковь, дать нам откровение, то есть Священное Писание, Библию, которую и хранит Церковь в непогрешимости, не дает туда вносить какие-то изменения, и чтобы это с вольное толкование. Нет, все строго по закону. И догматы мы храним. Вот это должны мы, дорогие, осознавать и понимать. И тогда пройдем через любые бури и штормы. И тогда корабль наш остановится в тихой гавани. Это там, где Бог, это там, где Царствие Божие. Аминь. Бог на помощь, ангела храните. Бог на помощь, ангела храните. Аминь.